И первое место в мире это... Наша судьба! Да, да. И с вами на связи суперинтеллект-тренер Иванова Лариса. И тренер по радости, и тренер по состоянию. Ребята, я хочу вас спросить, что, как вы считаете, важнее для человека? Слова, знания или состояние? Состояние, конечно. Состояние, конечно. Вы знаете, вот я проходила не одну кампанию, как и вы многие. И на что я обращала внимание, что меня удивляло. Были такие профессионалы, мега, которые знали тему просто лучше всех. Ну, когда-то была торговым директором ростовского представительства в Цептере, и мы там продавали систему очистки воды. И вот пришел биолог, который на молекулярном уровне. Он так грамотно рассказывал. Мы все у него учились. Я думала, он попрет, я думала, он будет лучше, я думала, что у него будет больше всего клиентов. Как вы думаете? И была у нас такая вот царство и небесное, там одна бабушка, которая, знаете, могла просто ехать где-то в транспорте, в электричке, где-то там познакомиться вообще случайно. И она приносила договоры. И я удивлялась, ей незнакомые люди отдавали деньги, причем такие хорошие, большие суммы. Сказать, что она большой профессионал – нет. Она говорила все в простоте настолько. Вот ее улыбка, ее искренность, ее какое-то вот обаяние – это то, что вызывало доверие. То, что она с человеком разговаривала не как-то там заумно, а вот очень по-простому, вот в простоте, в искренности и в любви. И она приносила договоры. То есть приходили люди к семипяде во лбу, в любой компании, да, там с тремя высшими образованиями. И не факт, что у них получалось. И приходил человек, который, может быть, косноязычный, который, может быть, что-то там грамотно писал, неграмотно говорил. Встречали это? И в результате вдруг были результаты, такие результаты. И самое огромное, да, это состояние человека. Вот это состояние – то, что передается тем людям, с которыми мы общаемся. Но теперь вопрос. Если это главное, то как же это прокачать? Как прийти в это состояние? Что важно? Как вы думаете? Настрой. Настрой с самого вечера. Знаете, как говорят? Засыпаем с мечтами, просыпаемся с целью. И когда мы с вечера, с каждого вечера планируем, мы, конечно, можем не на один день планировать. Мы знаем, что есть долгосрочное планирование. Но ежедневно оно должно быть, потому что идет все равно какая-то коррекция. Мы приняли решение быть успешными. Мы приняли решение расти по рангам, расти в лицензиях, да, расти в команде. И мы начинаем прописывать, что мы для этого делаем. Можно вообще прописывать по колесу баланса. И когда мы с вечера уже планируем наши действия, то мы уже засыпаем с принятым решением. И мы уже просыпаемся, у нас план в голове, да, у нас уже есть определенные цели. Дальше. Мы знаем, что метафизика, она рулит. Поэтому, когда мы просыпаемся, мы просыпаемся с улыбкой и с благодарностью. И мы благодарим этот день, мы благодарим Всевышнего, да, мы благодарим всех близких, свою команду. Этот день – это тоже классный такой настрой на успех. Согласны? И в зеркало на себя посмотрели. Вот он победитель, триумфатор, да. Вот он, лидер планетарного масштаба. Вот этот вот настрой очень важно. Далее. Мы идем на смехозарядку. Но смехозарядки идут в разное время. Понятно, что у кого-то работа, у кого-то, кому в какое время удобно. Мы, например, с девочками проводим вот в чате радости в 7 часов утра, каждое утро. Прям там, прям в телеграмме, потому что вот здесь, я обратила внимание, не слышно почему-то музыку. У нас есть такая вот танцевальная терапия, Ирина ведет. Но вот сейчас я учусь у Владимира Товганя в Академии лидеров. И девочки ведут, Юля и Ирина Кулинченко, они ведут без меня. Но они включают различные игротехники. И, конечно, это тоже классно. Конечно, мы понимаем, что наш мозг не различает, искусственные или настоящие. Но когда мы таки включаем, не просто засмейся, а включаем какие-то шутки, какие-то игротехники. Но как-то веселее смеяться, приятнее, так скажем. И вот смотрите, мы включаем вот это ресурсное состояние. И мы прокачиваем, счастье можно прокачать, так же, как и мышцы в спортзале. Поэтому не пропускайте, заходите. Более того, ребята, мы даем мотивацию. То есть мы не просто вот пришли, вы для здоровья там зарядку, допустим, сделали и просто посмеялись в минуту. Нет, нет. То есть нас идет целостно. И мы работаем еще на то, чтобы не только вы прокачались, а ваши приглашенные гости. То есть когда вы приглашаете гостей, то они обязательно, мало того, что они видят позитивных людей, мало того, что они вот вместе с нами там шутки, пальчиковые гимнастики, смехотанцы, там различные такие смешные репризы, но они еще слышат, что сегодня это только приоткрыли занавес, это вам вот в подарок, да? Но это только вот малая часть из того, что вы можете получить. И когда вы приглашаете людей на зарядку, и они это слышат, и они потом к вам обращаются, говорят, а что там еще, а вот тренера на смехозарядке сказали, а вот мы услышали, что это только вообще начало. Ребята, не делайте культ из смехозарядки, пожалуйста. Я как тренер по юне смеха хочу вам сказать, что некоторые люди так глубоко в это уходят, что они все остальное вообще забывают. Они приглашают людей на смехозарядку, те потом вот просто смеются, там ходят по чатам в разное время, и все. И говорят, а мне достаточно, вы уже сказали, что это все, это эмоциональный интеллект, это здоровье, и все. А то, что при этом может быть дырка в кармане, при этом то, что денег может быть нет, их как-то почему-то тоже на второй план. Вот они ржут себе и ржут. Вот я, знаете, за гармонией. Я, да, вам сейчас начало с того, что, конечно, приходите обязательно, но наша задача сказать, что это маленькая толика от всех возможностей. Это начало, чтобы вытащить тебя, твой эмоциональный интеллект поднять в ресурсное состояние. Вот этот шаг. Потому что, да, сегодня многие люди, они пережили стрессы, они впали в уныние, в депрессии. Ну, мир сейчас колбасит, да, мы неравнодушно становимся. Ну, у нас недавно такие события произошли тоже у партнеров, у кого-то сына убили на войне. Ну, разное случается. Конечно, мы не можем к этому быть равнодушны. Конечно, это кортизол, конечно, это то, что дает осадок, да. И поэтому мы приходим на нашу смехопрокачку. И когда мы танцуем, это тоже гормон радости, не просто вот посмеяться и все. А когда мы включаем какие-то детские приколы, да, включаем в себе ребенка, используем различные игротехники, такие вот смешные, буквально клоунские репризы. Почему нет? Это здорово, классно, да. Но мы людям говорим, это только начало, чтобы тебя вот поднять в твоем эмоциональном состоянии. А дальше, чтобы ты шел выше, выше, выше. Кто знает маслоу, помните? Пирамида маслоу. Что первое? Первое – это вот защищенность, да, это защищенность, нужда человека в защите от холода, от голода, да, вот первое. И у нас йога-смех – это тоже вот эта первая ступень, вот эта защищенность, да, то есть поднять человека, вывести немножечко из его апатии, из вот того состояния, в котором он есть. Может, он не в апатии, может, он выше, может, выше, но шкала эмоциональных тонов, кто знает, она достаточно высокая, много разделов. Наша задача – его приподнять вот уже на следующую ступеньку, да. Но для чего и почему это первая именно жемчужина? Потому что, чтобы человек дальше пошел уже с расправленными плечами, да, чтобы он шел по ступеням и мог менять этот мир. Вот какая цель. Не просто сделать, который ги-ги-ги-ги-ги каждый раз, и все. Мы тогда будем, знаете, как басни Крылова «Ты все пел, это дело, так поди же попляши». Да, когда ты только смеешься, смеешься, и дальше ничего не делаешь. Но наша задача – менять мир. Правильно? У нас глобальная задача. Это менять мир, это делать людей осознанными, чтобы прекратить вот это бесчинство, то, что сегодня происходит, то, что загрязняют реки, моря, то, что люди воинами идут на друг друга. Мы же за мир во всем мире, мы же неравнодушны к тому, что происходит. Так вот это самое главное, а не просто, чтобы ты там прокачался, целый день ходил и улыбался, ничего не менял, ничего за этим не стояло. То есть твоя задача, чтобы у тебя были последователи, единомышленники. Ребята, согласны? Скажите, вам заходит то, что я говорю? Я просто сейчас вот от души и от сердца… Безусловно, я согласна, Лариса, согласна. Благодарю. Так вот, это первая ступень. И мы здесь именно поэтому, потому что многие именно заходят на смех, этого людям не хватает, это важно. Но мы говорим, это только мы приоткрыли занавес. А когда вы пройдете дальше, у вас будет осанка, у вас будет закалка, у вас откроется видение своего предназначения. И не просто видение, вы начнете ставить сверхцели. И каждому упражнению у вас будет инструмент, как вы можете с этим работать. Вот это вот круто, вот об этом говорим. У вас изменятся мысли, у вас изменятся эмоции. И дальше еще, знаете, круто, что говорить. Вот мне очень понравилось, я недавно такое прочитала, когда одному миллионеру задали вопрос, что вы сделаете, если вы разом все потеряете, вот свой доход. Ну, не секрет, что миллионеры-то тоже становились банкротами. И он сказал, что я заработаю первые свои, на любой работе, не важно, это временно, первые 500 долларов я потрачу на деловой костюм. И я пойду в общество, где собираются деловые люди. И когда в моем окружении будет хотя бы 6 деловых людей, я обязательно стану седьмым. Ребята, так вот одна из самых больших ценностей, на что идут люди? Мы говорим о окружении. У тебя много в окружении таких людей, которые прошли столько бизнесов и везде были успешными. Вы понимаете, о ком я говорю? Я говорю о нашем легендарном лидере Владимире Довгане, который традиционным бизнесом занимался, и франшизой занимался, и партнерская программа, и книги он написал. Он везде был мега успешным. И есть, и он миллиардер. Тебя часто обучали миллиардеры? Вот многие говорят, да я столько тренингов прошел, да я там супер-пупер там вообще просто. Хорошо, среди них был хоть один миллиардер. И насколько он заинтересован в твоем постоянном росте? Есть тренинги, я тоже их проходила. Вот Максима Темченко, наверное, многие знают. И вот Ирина здесь, Кулинченко есть, которая тоже проходила. Да, ну, долларовый миллионер, успешная. Ну, дальше что? Заплати, прокачаешься. Поехала там, прошла какой-то тренинг в онлайне, в офлайне, прокачалась, приехала, сдулась, потому что ты в том же самом состоянии остаешься, в окружении. Да, то есть на два дня ты прокачалась, ты выросла по эмоциям. Думаешь, такая всегда будешь на длинных крыльях? Нет, у тебя всегда должна быть атмосфера такая, которая тебя будет заряжать. Так вот, Владимир Довгань, он именно создал эту атмосферу, потому что мы здесь сами становимся энергиозерами. Нам не нужно искать какую-то другую батарейку. Мы уже получили все, получили все инструменты, которыми мы пользуемся для того, чтобы быть таковыми. И вот это важно людям говорить. То есть, смотри, у тебя здесь окружение новое. Ты согласен, что окружение формирует тебя? Но если говорить в финансовом плане, наверное, тоже многие слышали, посчитай 10 человек вокруг тебя, с кем ты чаще всего общаешься. И ты начинаешь считать, кто-то родственник, кто-то подруга, друг, коллега по работе, еще с кем-то гуляйте, общайтесь. И примерно их доход, прикинь. Ну, примерно. Потом это все сложи, раздели на 10, это будет твой доход. А теперь представьте, почему важно посещать как можно больше наше мероприятие. Потому что мы здесь начинаем мыслить мысли формами миллионеров, миллиардеров, потому что нас учат великие лидеры. Вот мы сейчас попали, несколько человек в Академию. Я знаю, что здесь сейчас тоже присутствуют люди, которые в Академии лидеров. Вот здесь у нас легендарная Людмила Пономаренко чудесная, которая тоже выполнила условия в Академии. Нас сейчас еще добавились люди. Круто, круто. Райхана у нас в Академии. У нее в структуре тоже. То есть вообще огромное количество, которые проходят сейчас и каждый день пополняется. И вот представьте, учат, обучают миллиардер. И ты это слышишь каждый день. Каждый день. И ты это пишешь. И ты это можешь прослушать. И человек, который сюда заходит, у него уже свой кабинет, которым вот как франшиза, это бизнес под ключ. И вот франшиза как раз наш кабинет, в котором вот все есть. Все от А до Я. То есть полный инструктаж. Вот кто, если смотрел подробно наш кабинет, то даже если ты интеллект-тренер, прям расписано, как подготовиться, как настроиться, на что обратить внимание, как поздороваться, что сказать, что порекомендовать. И идут и в аудиоформате, и в видеоформате уроки. Ну круто же. Вот тебе готова франшиза под ключ. Я вам скажу так, что я когда-то хотела взять франшизу, ну того же Максима Темченко, мой любимчик. Я занималась изучением финансовой грамотности. И он предлагал взять франшизу тогда взрослую, либо детскую. Ну я как педагог хотела детскую взять. И вот я, Ириша, тебя, Кулинченко, просила узнать, сколько это стоит. Ну в общем, я не могу сейчас вам точно сказать, и сейчас может быть другая цена, но это стоило тогда то ли около 2 миллионов, то ли за 2 миллиона. Да при этом ты ищешь сама клиентов. Точно так же сама. Тебе просто дают франшизу. Что это значит? Ну комплектом она тоже. Где ты должна найти место, снять аренду за свою денежку, мебель как должна быть размещена, какие там карточки, пособия, купить, изготовить и так далее, и так далее. Это еще вложение денег. То есть это не онлайн. Представьте. И вот такие деньги. И если франшиза, ты еще там каждый месяц там что-то отстегиваешь, если ты что-то не выполняешь, тебя могут... И все. Вот так вот. А денег вот таких стоит. У нас наши франшизы, лицензии, это наши франшизы, они стоят копейки, копейки. Друзья, и вы можете сказать своим кандидатам, смотри, какой сейчас курс доллара? Какой, кстати, сейчас курс доллара, ребята? Скажите кто-нибудь, какой сейчас курс доллара? 81. 81. А мы сейчас продаем по какому курсу? Ну, наши лицензии по какому? А? 15. 15. Есть разница, 81 или 15? Да? Так вот, в любой компании привязан курс либо к доллару, либо к евро. Вот Септор, например, у них сейчас курс... Так, не у кого спросить? Ну ладно, у них курс евро, то есть это может быть минимум 81. Понимаете? То есть и покупают люди. А представьте, а у нас курс... То есть мы говорим каждый раз, да, курс будет расти, он там будет 17, хоть 25 будет, но мы скажем, послушай, вот курс... Мы не говорим, что там вчера по-другому было, да? Мы говорим, слушай, а сейчас курс 81, а у нас сейчас такая акция, классно, у нас курс 15, там, или курс там 23, ну какой будет на тот момент? Мы на это обращаем внимание и говорим, посмотри, какую ты получишь выгоду, да? И ты можешь апгрейдиться, ты потом можешь постепенно, по ступенькам там увеличивать свои статусы. Классно? Классно. Так, я немножечко забежала вперёд, и смотрите, мы говорим о том, что состояние, оно важнее слов, оно важнее профессионализма, оно важнее знаний. Я не говорю, что это не важно, я говорю, что в первую очередь это состояние. И когда ты в этом состоянии, вот тогда ты прёшь. Даже бывает, ты чушь скажешь, бывает, ты ошибёшься, что-то не так скажешь, но человек это не знает, а он видит твоё состояние, твои горящие глаза, твоё сердце, Данка, и ты идёшь вперёд. Что ты ещё можешь сделать, помимо смехозарядки? Помимо смехозарядки, ты идёшь и набираешь ведро воды, да, лучше вообще свечи расставить, пусть отстоится, а когда это зима, вообще выставить на балкон или на улицу, чтобы кромочка пошла, да? Вот. И дальше ты произносишь свои жизнеутверждающие слова, да, и выливаешь на себя эту воду, говоришь, да, я это сделала, я это сделала, я лидер, да, и начинаешь смеяться. Не просто выливаешь воду, а ещё смеёшься, да, то есть ты продолжаешь то, что тебе там дали на той или иной зарядке в то или иное время, какое ты проходишь, какое тебе удобно, да, но ты ещё после этого смеёшься, да. Ребята, берём сейчас ведро, мы ведь сейчас звонить будем, да, и кто сегодня ещё не обливался, мы сейчас метафизически с вами это сделаем. Берём это ведро, поднимаем, 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 и мы сейчас скажем, я лидер, я победитель, я триумфатор, я всё могу, потому что я по подобию Творца. И выливаем на себя. И смеёмся, давайте, заряжайтесь, потому что думаю, что не все сегодня зарядку прошли, смеха зарядку, не все облились, давайте включаемся. Она, посмеёмся, и мы тоже приходим вот такое ресурсное состояние и когда мы вылили на себя холодную воду мы растираем жестким полотенцем это тоже так круто так классно и вот это вот все вместе уже дает такое состояние и конечно когда есть стартовые когда есть любые какие-то мероприятия которые ты видишь в чатах они не просто так люди готовятся просто держи руку на пульсе как можно вот не видеть почему Илья всегда Яковлева видит почему Ира Кулинченко всегда видит почему Людмила Пономаренко чудесно всегда видит ну и там другие лидеры почему они всегда видят а ты допустим не видишь ты же хочешь прокачаться ты же хочешь быть ресурсном состоянии откуда ты знаешь что скажет тот или другой человек да может быть из ста слов одно даже тебе западет и скажешь вау же то он провалился это то чего мне не хватало ребята хочется так много говорить уже 24 минуты я знаю что ХСКР он должен минут быть минут 15 да хочется еще много сказать но давайте мы оставим это уже на следующее да и мы с вами сейчас обзваниваем людей в ресурсном состоянии включаем себе зажигалочку да подключаемся к энергоспочнику да кто это уже сделал с утра просто молодец остальные подтягивайтесь исправляйтесь и мы с вами заходим в два два часа